Пятиклассница Дарина, скорее всего, не сможет писать в тетрадке как минимум месяц. У девочки подозрения на перелом руки. Накануне она поскользнулась около собственного дома. Подобный диагноз и у Татьяны. Женщина упала на тротуаре прямо в центре Абакана. Она как раз моросила, вот этот снежочек такой был, и вот уже капель прям с крыш капала вообще. Вот эти, да? Вот эти вот. Отекшим. Такие травмы, говорят врачи, визитная карточка межсезонья, как в том фильме. Поскользнулся, упал, гипс. Кругом ведь гололед. Городской травмпункт в это время на пике популярности. Статистика за эти дни увеличилась, например, раз в два, наверное. То есть, если раньше их было, допустим, в день около пяти человек, то уже сегодня уже подходят к десяти, которые упали именно конкретно на улице. Но сейчас еще время не вечер, коридор уже полный народный. Сколько будет до вечера, я не знаю. Может, я так думаю, что человек десять еще, но так же будет. Вот посмотрите, сколько четыре мешка, я много не могу тащить. Что могла, то насыпала. Настоящий аврал и у коммунальщиков. Ведь очистить уличные и дворовые тротуары – их рабочая обязанность. Кто-то пошел дальше. Одна из управляющих компаний Абакана расклеивает у подъездов специальное объявление с призывом к бдительности. Нашей управляющей компанией пришлось на все дома приблизительно 240 объявлений. Дворники признают, в любом случае моментально гололед во всем городе не победит. Остаются дворы без подсыпки, но до них еще попросту не дошла очередь. Слишком уж велики объемы. Парадокс, но довольно много горожан, кто против подсыпки дворов. Люди возмущаются, что сейчас песок подсыпаем, и она за ногами тащится в квартиры, не только в подъезды, но и в квартиры. Вот тут у нас люди жалуются, что много подсыпаем. Остается добавить, что такая вот война дворников со льдом, а врачей с травмами от падений в Хакасии только начинается. Снега нынче выпало много, и таяние растянется на несколько месяцев. Кстати, ситуация может осложниться уже к выходным с приходом заморозков. Константин Кравцов, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия.